александр коваленко военно-политический обозреватель с нами на прямой связи александр здравствуйте александр приветствуем доброго утра а после массовых ракетных ударов появились сообщения о наступлении российских войск куда удары из беларуси и так далее все они оказались как минимум преувеличением способны ли российские войска вообще проводить масштабные наступления или только кошмарить мирное население ударами ракет с которыми вот справляется наше пво о котором мы говорили об этом сегодня вот еще приходит сообщение что над киевом 2 сбиты и в николаевской области 8 дронов камикадзе уничтожены если говорить о каком-то глобальном наступлении масштабном наступлении то российская армия на сегодня на это не способна и не потому что например ей для этого наступления не хватают живой силы с учетом частично мобилизованных так называемых можно сказать что они компенсируют эту нехватку личного состава не хватку людского ресурса человеческого ресурса но с другой стороны а человеческий ресурс на сегодняшний день современной войне это ровным счетом ничто если это только не профессиональный с достаточно хорошим опытом качественный боец а частично мобилизованных такими нельзя считать но даже профессиональные военные должны быть абсолютно всем обеспечены техникой с снаряжением сопутствующими всеми а материально техническим обеспечением и что очень важно этими профессиональными военными должны командовать профессиональные офицеры должно быть про профессиональное командование а у российской федерации на сегодняшний день этого уже всего практически нет она исчерпала свой ресурс как таковой потенциал для глобальных наступательных операций мы можем видеть как например в зоне боевых действий на том же донбасском плацдарме она может выполнять исключительно какие-то узконаправленные штурмовые действия но с лета мы наблюдаем как она пытается оккупировать как бахмут и авдеевку штурмовые действия проводят исключительно в этом узком направлении и больше нигде по остальным плацдармам наблюдается масштабное наоборот отступление это лишний раз говорит о ее ресурсе и ее возможностях скажите пожалуйста какова главная задача которая возложена на частично мобилизованных на чмобиков честно говоря сложно ответить на этот вопрос поскольку если бы данные частично мобилизованные они действительно проходили два-три месяца какой-то базовой подготовки обучения а можно было бы сказать что это была бы полноценная какая-то более-менее но полноценная компенсация количественного состава их подразделений не говоря о качественном исключительно количественным но с учетом того что они не проходят даже этого периода подготовки а он максимум занимает две недели то мы можем говорить о том что это не более чем фарш в зоне боевых действий а который не будет решать никаких тактических стратегических задач возможно это исключительно вот такое вот создание видимости какой-то массовости чтобы создать соответствующий психологический эффект но украинцев этот психологический эффект создать невозможно тем что они призывут 300 тысяч гражданских лиц никогда не державших в руках автомата если державших то 10 20 или вообще 30 лет назад а вот что относительно россии возможно это должно было иметь определенный какой-то эффект и для российского потребителя информационного фастфуда но похоже а ситуация вернулась против самих же организаторов эффект получился обратный из россии наоборот сотни тысяч обижали бежали из россии больше мужчин призывного возраста чем вообще призвали скажите вот сегодня опять этот массовый обстрел до происходит ну в принципе да он был периодичен только больше по областям но сейчас вот прям второй день вся украина сколько вот еще этот ракетный террор может происходить в принципе с учетом того ресурса которого располагает россия он довольно таки ограниченное учитывая того что номенклатура весьма и весьма номенклатура именно ракетного вооружения которое она использует она весьма разошерстная назовем это так продлится но мы видим что уже интенсивность совсем другая абсолютно другая интенсивность это говорит о том что на ряде объектов с которых использовался тот или иной боекомплект для обстрела территории украины этот боекомплект уже не в том состоянии он не обеспечивает поддержание в режиме 24 на 7 у такого вот обстрела от 80 до 90 пусков разошерстных ракетных вооружений по территории украины а поэтому можно сказать что интенсивность будет снижаться но тем не менее такой уровень угрозы он будет сохраняться еще дня 23 но речь не идет о том что они смогут поддерживать такую интенсивность очень высокую 24 на 7 на протяжении нескольких недель нет этот ресурс у них был феврале в марте в начале апреля они еще имели тогда необходимое количество боекомплектов на складах центрах сбережения а сейчас они вынуждены свозить это все в те места с которых проводятся спуск пуски ну например та же самая тот же самый аэродром шайковки где размещается ту-22 м3 и только после подготовки соответствующего по количеству боекомплекта всего необходимого они могут приступать подобного рода террору но надолго этого не хватает александр не хотим обманывать себя для того чтобы избежать токсичного оптимизма скажите пожалуйста насколько заявление о том что на данном этапе в основном российская армия состоит из любителей то есть стала любительской армии соответствует действительности нет это нельзя сказать что это так она не любительская абсолютно и полностью то есть та часть которая является частично мобилизованными их можно относить к этой категории и эта часть становится все более и более превалирующий но на сегодняшний день у российской армии до сих пор есть подразделения с профессиональными военными с профессия ну а у для которых эта профессия они они пошли добровольцем после того как у них было 10-15 лет паузы есть по подразделения даже в чвк в актер которые достаточно потрепанные истощенные и сейчас пополняются за счет зэков но там тем не менее есть еще подразделения с боевым опытом поэтому абсолютно и полностью говорит что это армия любителей нет а хотя если мы сделаем упор например на а тактику и стратегию ведения боевых действий то тут скорее не армия любителей а армия любителей анахронизмов потому как командование российская офицерский состав они используют именно тактику очевидно что еще советской армии 1980-х годов самого последнего обновления а в ряде случаев даже это просматриваются методы семидесятых и даже 50-х годов использования ну например танковых войск танковых подразделений и так далее а поэтому вот как армия любителей анахронизма да александр по поводу все-таки возвращаясь к ракетным ударам украина уже ответила я имею ввиду на ракетные удары например крым джанкой да или белгородская область курск но по крайней мере был так заявлено оттуда вот что вот такие террористические были вот удары по этим областям или неосторожно курили да и все подобного рода какие-то инциденты на территории российской федерации должны быть подтверждены например кенштабом вооруженных сил украины генеральный штаб вооруженных сил украины никаких официальных заявлений относительно того что есть причастность вооруженных сил украины подобного рода инцидентом не давали никаких заявлений мы прекрасно знаем что на территории российской федерации большое количество военных объектов находится вблизи границы с украиной и на этих объектах но крайне предельно не соблюдаются не соблюдается техника безопасности поэтому не исключено что на каких-то объектах что-то происходит а сразу в этом обвинять вооруженные силы украины ну мы же понимаем это как бы у них такая информационная стратегия естественно но можно ли например говорить о том что с высокой долей вероятности количество подобных инцидентов в ближайшее время может возрасти все-таки опять больше частично мобилизованных больше аматоров в российской армии которые точно не знают что такое техника безопасности да конечно к тому же они инструктаж не проходят необходимые как это и должно быть поэтому безусловно это может быть валом это может быть какой-то иметь каскадный эффект например а поскольку в россии прекрасно известно что даже в лучшие времена когда и с бюджетом все было хорошо а техника безопасности обслуживания тех или иных объектов она не соблюдалась была на очень высоком уровне коррупция а потому инспекцию будем проводить но это тоже коррупционная составляющая конечно будут расти подобного рода чп инцидент их количество александр вот еще вот сегодня читаю телеграм-каналы и вот пво сбивают сегодня и ракеты и дроны вот хмельницкой области был сбит и иранский дрон как вы оцените вот как справляется наше пво возможно даже сравнить вчера да и сегодня вчера и сегодня сравнивать все таки не совсем корректно почему потому что вчера был именно масштабная масштабная операция про по прорыву нашего пво а когда используется большое количество объектов на которые очень сложно отреагировать пво по каждому объекту отработать а потом после того как идет отработка на за начинается перезарядка боекомплекта этого пво на это уходит определенное время и эти паузы этими паузами пользуются в частности враги для того чтобы отправлять очередной пакет ракетного вооружения а вчера было значительно массово но даже если говорить о вчерашней дне то наше пво справилась на твердое хорошо более 50 процентов сбитых объектов при массовом масштабном прорыве самой противовоздушной обороны попытки прорыва в некоторых местах конечно же этот прорыв был удачный но с учетом того что наше пво это в первую очередь советские образцы а еще зенита ракетных комплексов те же самые 300 буки торы стрела 10 оса и так далее и так далее мы говорим о том что она выполнила поставленную перед собой задачу выше того предела которое вообще можно было себе представить и конечно же в этом заслуга не только самой техники а заслуга прежде всего экипажа этой техники которые на протяжении всех этих месяцев войны отработали достаточно эффективные алгоритмы противодействия широчайшей номенклатуре российского ракетного вооружения и такого опыта нет ни одной страны мира ни в одной пво в мире по поводу иранских дронов их сбивают уже чаще конечно чем в начале по вашим подсчетам скольких этих мопедов мы их уже лишили да действительно мы избиваем сейчас много чаще это заметно опять таки почему потому что когда это был фактор неожиданности сложнее такой объект уничтожать когда ты не знаешь его приблизительные характеристики возможностей и у тебя нет в наличии алгоритмов противодействия сейчас эти алгоритмы уже разработаны в той или иной стадии известные уязвимые места этих шахет 136 бпл а и в принципе эффективность я думаю со временем будет только повышаться что же до количества уничтоженных единиц примерно это может быть до где-то 70 возможно бпл а уже было уничтожено 70 80 номерные знаки по крайней мере те которые они используют пока еще не выходят за предельную сотню за определенные рамки там от двухсотого до трехсотого номера когда будут выходить мы можем уже говорить о других партиях что они раскрывают другие партии получают другие партии из ирана но на сегодняшний день вот примерно такие приблизительные цифры хотя конечно же генеральный штаб вооруженных сил украины эту информацию знают намного владеет этой информации намного лучше вчера президент зеленский общался с байденом и этот пообещал новое пво для украины что это может быть за пво я думаю что шла исключительно про на самс зенит ракетные комплексы поскольку говорить о каких-либо иных пока не приходится мы уже как бы восьмой месяц ждем даже на самс и не только на самс еще и ерис а расти ну вроде бы как он уже появился в украине однако то что появился это еще и не решение всей задачи потому что под каждый комплекс после того как он интегрируется в нашу систему пво размещается на боевое дежурство он должен также использоваться в режиме проработки алгоритмов противодействия опять же этой широкой номенклатуре вооружения и не всегда те алгоритмы которые используют для наших комплексов по его опять-таки советского образца они подходят один в один для западного образца комплексов а с другой стороны я думаю что это не займет критические долл долго по времени какой-то период и в ближайшее время все-таки эти комплексы будут работать но в первую очередь опять-таки это речь идет про на самс никакие не zrk patriot я более чем уверен в принципе zrk patriot если говорить о данном типе противоракетной обороны то они с трудом будут интегрироваться в нашу систему пво поскольку это комплексы большого радиуса действия замена по сути с 300 и там полностью это фактически создание новой инфраструктуры скажу скажем так создание нового инфраструктурного объекта для защиты противовоздушного пространства пока еще наши с 300 они справляются с поставленной задачей и а массово их заменить возможности нет поэтому в первую очередь будет интеграция комплексов а малого и среднего радиуса действия это как раз на самс но не обороны единой вообще все это происходит естественно